Текст Писания, Иеремия 9 глава, 23-24 стих. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатой богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благогодно мне, говорит Господь. В этом тексте пророк Иеремия или Бог через Иеремию делает вызов человеку. Если хочешь проверить, что самое главное, что по-настоящему принесет тебе счастье, то проверь. Сделайся самым богатым человеком, принесет ли это тебе счастье? Сделайся самым сильным человеком, принесет ли это тебе счастье? Или сделайся самым мудрым человеком, принесет ли это тебе счастье? Да, своего рода это неплохие вещи. Большинство людей все стремятся к этим как бы главным вещам в нашей жизни. Иметь мудрость, иметь силу, иметь деньги, иметь богатство. Но Иисус Христос говорит, вот эти вот цели, к которым стремятся люди, они второстепенные. Познание Бога, знание Его намного выше, намного интереснее. Проверьте. Ну, у нас короткая жизнь, чтобы проверить, да? И нет таких возможностей проверить, чтобы иметь большое богатство, иметь большую мудрость. Но мы можем на страницах Священного Писания взять некоторые примеры и их проанализировать. Буквально несколько. Помним Соломона. И он попросил мудрости. Но это как бы понравилось Богу. И он дал ему мудрость. И вместе с мудростью он получил богатство. Он получил силу, власть. Написано, что посвят не восставал такой мудрый человек, как Соломон. У него была слава, богатство. И когда мы читаем книгу «Эклисиаст», мы действительно видим, чем занимался Соломон. Он познавал жизнь. Он познавал труд. Он познавал богатство. Он познавал еще какие-то прелести в жизни. Делал какие-то выводы. Это, в общем-то, неплохо. Но заключительный этап всего, что он познавал, он говорит, все суета. То есть, печально, да? У человека была власть. Он прожил жизнь и подглянулся на свою жизнь. Посмотрел на свое богатство, на свою мудрость. Все суета и томление духа. Берем другой пример. Давид о своей жизни говорит, что «Межи мои прошли по прекрасным местам». Это в конце своей жизни. Когда мы анализируем и смотрим жизнь Давида, какая была у него цель. Мы читаем, по-моему, в 24-м псалме «Одного просил я Господа и того только ищу». «Чтобы пребывать мне в Доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню». Какая была цель Давида по этому псалму? Цель Давида была не просто пребывать в Доме Господнем, а он пребывает в Доме Господнем, потому что он там может созерцать славу. Вот какая цель была у Давида. Цель всю жизнь, все, к чему стремился Давид, познавать Бога. И вот он говорит «Межи мои прошли по прекрасным местам». Еще есть некоторые мужи, которые говорили о своей жизни в конце. Например, Иаков сказал «Малые и несчастные дни мои». Когда мы анализируем жизнь Иакова, да, это был патриарх, это был избранный по обетованию Богом человек, но благословения, которые он просил в начале и благословения, которые он просил в конце, они отличаются. Если мы будем вникать, то мы увидим, что первое благословение, которым он просил, если я в мире возвращу, и все будет хорошо, то я на этом месте сделаю тебе жертвенник. Все хорошо, он получил богатство, у него есть большая семья, но в конце жизни он встречается с Богом в Пенуэле, борется с ним и опять просит «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Что там происходит? Богословы говорят, что в этот момент происходит личная встреча с Богом. Благословение, которое сейчас просит Иаков, это то, чтобы присутствие Бога и личное общение Бога с Иаковом было. Он понял, что те благословения, которые тогда я просил, к чему стремился, они ничто. По сравнению с тем «Я тебя не отпущу, вот оно благословение, вот которого я благословение хочу». И что мы видим? Бог меняет ему имя, говорит, что теперь ты будешь не Иаков, а Израиль. Перемена имени – это очень важный и знаковый момент на страницах Священного Писания. Он менял имя Аврааму, он менял имя Сари, Исааку. Почему? Тогда, когда человек встречается с Богом, Бог ему дает новое имя. Когда у него происходят личные отношения, личное общение, личное познание, Бог меняет его имя. И теперь благословение вот какое. Братья и сестры, человек должен понять, что самое главное, самое большое счастье, которое может принести ему на земле – это вот этот текст, который мы с вами прочитали. Намного превосходнее самого богатого человека, намного превосходит самого умного и мудрого человека, намного превосходит самого сильного человека. Что? Познание и знание Бога. Познание и знание, они немножко отличаются друг от друга, эти слова. Знание – это просто поверхностно «я знаю кого-то», «я знаю Бога», «я знаю о Нем». Познание – это нечто глубокое. И об этом личном познании мы находим в Евангелии, в Евангелии Иоанна 14 главе. Не знаем путь, а Иисус сказал, «я есть путь и истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему, Господи, покажи нам Отца и довольно для нас. Иисус сказал Ему, «столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп, видевши Меня, видел и Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Когда мы глубоким взглядом посмотрим на этот текст, мы придем к выводу, что это один из центральных текстов Евангелия. Почему? Потому что Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы соединить нас с Отцом. Адам и Ева, когда были в Эдемском саду, и вообще мы знаем, что почему Бог создал человека, он с Адамом встречался и имел некое общение. Но вот они сделали грех, и этот грех произвел разделение. Написано, что он произвел разделение между Богом и человеком. Бог выгнал из своего присутствия Адама и Еву, потому что они согрешили. И теперь Богу что-то нужно предпринять, чтобы исполнилась цель, для которой он создал человека. Какая цель? Иметь близкие отношения с Богом. Но грешный человек не может прийти в присутствие Бога, потому что Бог безгрешен. Его атрибуты святость. И грешный человек не может иметь с Богом общение. И вот Иисус Христос приходит на эту землю. Он стал жертвой за наши грехи. Для чего? Для того, чтобы вновь, снова соединить нас с Богом. Теперь грехи не являются препятствием для близкого общения с Богом. И поэтому, если Иисуса спросить, Иисус, для чего ты пришел? Его ответ будет немножко отличаться от нашего. Мы скажем, Иисус пришел для того, чтобы умереть за наши грехи. Иисус пришел для того, чтобы дать нам жизнь вечную. И так далее, и так далее. Иисус скажет, я пришел для того, чтобы соединить вас с Богом. Я пришел для того, чтобы вы лично могли с Ним познакомиться. И этот текст пророка Иеремия, который мы прочитали, что самое главное – это познание Бога, говорит о том, что Бог – это личность. И Он хочет личные отношения. Когда мы поймем эту истину, причем евангельскую истину, то это немножко меняет наше мировоззрение на христианство, наше мировоззрение на нашу жизнь. Потому что личные отношения и отношения просто с каким-то роботом или с какими-то правилами – это совершенно другое. Бог – личность. И Он хочет иметь с нами близкие и личные отношения. Поэтому Он посылает Иисуса Христа с заместительной жертвой за наши грехи, чтобы мы могли иметь с Ним личные отношения. И первая проблема, о которой мы с вами говорили, заключается в том, что можно знать о Боге, можно ходить в церковь, можно даже творить какие-то чудеса, знамения, можно служить Богу, быть рядом с Богом, но не знать Его лично. Это было с Филиппом. Он долгое время был с Иисусом Христом, он находился рядом, он видел чудеса, он видел, как Иисус шел по морю, он видел, как Иисус Христос накормил пять тысяч людей, он видел, как Иисус Христос изгонял бесов. И даже Он с учениками тоже творил чудеса, которые Иисус Христос им давал делать. И тут Иисус Христос говорит, «Ты меня не знаешь». Мы знаем, что Коринфянам, апостол Павел, он тоже говорит Коринфянам, что некоторые из вас не знают Бога. Иисус Христос говорит о будущем, что будет время, когда некоторые будут стучать, а Христос скажет, «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Они говорят, «Господи, как же Ты нас не знал?» Мы Твоим именем бесов изгоняли, мы Твоим именем чудеса творили, мы ходили на собрания, мы делали то, то, другое, третье. Я всегда не понимал, почему эти люди были в церкви, они уверены были, что они с Богом близки. Но Иисус скажет, что «Я никогда не знал вас». К сожалению, такое может быть. Такое может быть и с нами. Мы можем ходить в церковь, мы можем даже покаяться, принять крещение, но услышим однажды слова, что «Я вас никогда не знал», потому что у нас есть знания, но личного познания нет. Мы не восхищаемся жертвой Иисуса Христа. Наша жизнь не меняется после встречи с Иисусом Христом, и мы мало знаем об Иисусе Христе. И очень важно понять вот эту главную истину, что Евангелие и Бог – это личность, и Иисус пришел для того, чтобы соединить нас с Богом и чтобы мы могли с Ним лично познакомиться. Вторая проблема, которая может быть, это в том, что некоторым людям, неверующим и даже некоторым верующим не нравится порядок, который дают личные отношения с Богом, потому что христианство, оно слишком личное. Что это значит? У нас очень часто возникают вопросы, и даже нам иногда неверующие говорят, ну а почему страдают дети? Почему вот это? А почему вот это? А почему вот это? Почему Бог допустил вот это в твоей жизни? Но христианство говорит, пока ты не ответишь на главный вопрос, кто такой Бог, кто для тебя Иисус Христос, все ответы не будут иметь смысла, потому что ты их не поймешь. Христианство задает приоритет и порядок вопросов. И первый вопрос, главный, стоит, кто для тебя Иисус? Имеешь ты с Ним личное отношение? Потому что это главный вопрос. Потом только мы сможем ответы найти на вопросы, которые у нас возникают. Однажды Иисус Христос беседовал с Никодимом. Никодим это был один из учителей израильских. И Никодим хотел у него спросить какие-то вопросы. А Иисус Христос ему говорит, кто не родится свыше, тот не может увидеть Царство Небесное. А Никодим говорит, подожди, а вот если вот эти вопросы, Христос говорит, нет, ты должен решить главный вопрос, а потом только второстепенный. Если бы христианство было в философии, то можно было поговорить о философии. Но христианство это личное отношение с Богом. Пока мы не решим вопрос личным отношением с Богом, христианство не ответит на философские вопросы. Христианство это не психология. Христианство это личное отношение. Только потом христианство ответит нам на вопросы психологии. Библия нам много может сказать об обществе, о философии, о психологии. Но пока мы не ответим на вопрос, кто для меня Бог, кто для меня Иисус, тогда ответы, которые будут нам задавать, или мы будем задавать, они не будут иметь смысла. А мы спросим, ну а как же наши нужды? Бог должен нам отвечать на наши нужды. Те, кто женат, понимают, что у супругов есть определенные, есть главные вопросы и второстепенные. И вот, допустим, они решают вопрос финансовый, или вопрос жилья, или вопрос еще как-то. И кто-то из них говорит, подожди, нам сначала нужно решить вопрос наших отношений. Вообще, кто мы? Мы муж и жена, или просто мы сожители, или еще кто-нибудь. Пока мы не решим главный вопрос наших отношений с друг с другом, другие вопросы не имеют смысла. Пока они, когда они решат вопрос отношений, тогда будут иметь смысл и финансовые вопросы, и вопрос жилья, и другие вопросы, которые будут возникать. Точно так же и в христианстве. Пока мы не решим главный вопрос, это личных отношений с Богом, второстепенные вопросы, вопросы наших нужд, Вопросы философии, или вопросы психологии, или вопросы общества не будут иметь смысла. Иногда некоторые говорят, неверующие, или даже у верующих могут закрадываться сомнения. Я не могу поверить в непорочное зачатие. Я не могу понять, как Иисус Христос мог воскреснуть на третий день. Я не совсем доверяю этим словам. Но если бы христианство было философией, она бы могла ответить на эти вопросы. Но христианство, в первую очередь, личные отношения. Только потом христианство может ответить на все вопросы, которые у нас возникают. Когда Иоанн, креститель, был на земле, это тот, который приготовил путь Господу. Он был послан один, как пророк, который приготовляет путь Иисусу. И он послал своих учеников спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ждать другого? Что делать нам с личными отношениями? Как нам лично познакомиться с Богом? Иоанн дает нам пример. Спроси у Господа, ты ли тот, который должен прийти, или ждать нам другого? Когда мы исследуем молитвы, великие молитвы в Священном Писании, эти молитвы не о радости, не о нуждах, а эти молитвы о том, чтобы познать Бога. Например, к Ефесянам мы читаем. Апостол Павел молится. Молюсь о том, чтобы Бог открыл вам глаза, и вы могли увидеть, в чем состоит надежда призвания вашего. Я молюсь о том, чтобы Бог открыл ваши глаза, и вы увидели, что широта, глубина, высота, чтобы вы могли уразумевать превосходящее разумение любовь к Христову. Он молится о главном, чтобы Бог мог открыть. И поэтому нам Писание дает пример. Молитесь о том, чтобы Бог открыл вам глаза, и вы увидели. Иными словами, не помолитесь так, как Иоанн. Господи, кто ты? Господь обязательно ответит. Еще один совет говорят такой, что нужно читать Библию, если мы не до конца доверяем. Сначала поверхностно, чтобы увидеть Божий характер. Увидеть, кто такой Бог. И увидеть, что Новый Завет говорит о Боге. И помолиться, Господи, кто ты? В седьмой главе Евангелия от Иоанна удивительная история. Начали спорить учителя между собой, кто такой Иисус. Они спорили, спорили, и послали какую-то часть людей, чтобы те пошли и взяли Иисуса. И они пошли и возвращаются обратно. И фарисея спрашивает, почему вы его не привели? Они говорят, никто так не говорил никогда, как этот человек. Когда они лично не знакомились с Иисусом, они там рассуждали об очень главных, глобальных вопросах. Кто такой Иисус? Его учения неправильные и так далее. Но когда они лично познакомились, они поняли, что это другой человек. Друзья, когда мы лично познакомимся с Богом, с Иисусом, мы поймем, что Он другой. Что Он лучший. Он не тот, о котором мы думали, или о котором мы читали, или о котором говорят. Еще одна проблема, которую я хочу осветить, это в том, что людям не нравятся некоторые заявления Иисуса Христа. Ну, например, Иисус говорит, кто не возненавидит отца, или мать, или жену, или детей, тот не может быть моим учеником. И в этом тексте также мы читаем, что Иисус говорит, я есть путь и истинная жизнь. Никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. Только Иисус. Иисус говорит, я должен стать первым. Я должен стать главным. Я должен стать жизнью. Я должен стать целью. Я должен стать смыслом и путем. Только тогда ты можешь заиметь какие-то отношения. И, кстати, я когда читал статью одного проповедника на тему, вот как раз, кто не видит отца и мать. Дело в том, что пока мы не поставим на первое место Иисуса Христа, мы не научимся по-настоящему любить ни жену, ни родителей, ни детей, ни отца, ни мать. Потому что Он источник любви. Он идеал. Он пример настоящей любви. И когда мы на первом месте поставим Иисуса, тогда мы сможем по-настоящему любить и наших окружающих. И здесь Иисус тоже нам говорит, ты должен поставить Меня на первое место. И этот порядок не совсем нравится многим людям. Мы можем говорить, хорошо, а как же мусульмане, а как же там буддисты, они тоже хорошие, добрые люди, которые живут по закону. Но Иисус Христос – это личные отношения. Бог – это личные отношения. И Он говорит, что только через Меня есть путь к Богу. Если ты Меня не поставишь на первое место, то не будет смысла. Что такое дружба? Некоторым людям не нравится, что когда они станут христианами, они потеряют некоторый самоконтроль над своей жизнью. Они должны исполнять чье-то, ну, повеление Иисуса или повеление Евангелия. И поэтому я утрачу некоторый, ну, самоконтроль или управление своей жизнью. Но, если мы хотим завести личные отношения с каким-нибудь человеком, мы должны понимать, что динамика этих отношений, она заключается в самоотдаче. Чем больше я отдаю, тем больше я прилепляюсь друг к другу. Мы знаем пример такой дружбы на страницах Священного Писания, когда Давид и Инофан были лучшими друзьями. И каждый из них мог душу свою положить друг за друга. И поэтому, если мы хотим завести какие-то отношения, мы должны понимать, что чем больше я отдаю, тем больше я соединяюсь с человеком. Ну, представьте себе, подруга или друг звонит нам и говорит, я уезжаю завтра. А у нас один друг или одна подруга. Мы говорим, а почему ты об этом мне раньше не сказал или не сказал? Мы же с тобой друзья. Динамика отношений личной заключается в том, в самоотдаче. Иисус Христос говорит, если ты хочешь лично со мной познакомиться, ты должен понимать, что я должен стать самым главным в твоей жизни. Я должен стать путем. Я должен быть смыслом. Иисус Христос говорит, ты должен дружить со мной на моих условиях. Представьте себе, что мы, нам назначили встречу, и мы где-то встречаемся, и нам нужно решить какой-то вопрос с каким-то человеком. А этот человек мне говорит, нам нужно сначала сесть, попить с тобой кофе и пообщаться. Потом мы только решим с тобой вопрос. А мы говорим, да нет. Давай сейчас решим этот вопрос. Как вы думаете, захочет ли этот человек продолжать с нами общение? Я думаю, нет. Он с нами продолжит общение только тогда, когда мы скажем, хорошо, пойдем пообщаться. И он тоже скажет, иначе не получится. Еще такой пример. Один человек, или представьте себе человека, который, ну, футболист или баскетболист, и очень много девушек хотели бы выйти за него замуж. И вот он полюбил девушку, которая не любит ни футбол, ни баскетбол, и он ей приносит книжку и говорит, вот, поизучай правила, и потом мы с тобой начнем отношения. Она говорит, для меня футбол и баскетбол никакой роли не играют. Он не завоюет сердце этой девушки, пока он не придет к ней на ее условиях, пока он не будет делать то, что ей интересно. Иисус Христос говорит, я путь к сердцу, через сердце, пока ты не поймешь, что мне хочется, у нас с тобой не будет отношений. И поэтому вот этот порядок, заявление Иисуса зачастую людям не нравится, потому что Иисус должен быть первым. Но Иисус и Евангелие – это личные отношения. И мы должны понимать, что если мы хотим с Богом иметь какие-то отношения, мы должны поставить Иисуса на первое место. И последний раздел, о котором я хочу поговорить, это как знать или как узнать, знаю ли я Бога, есть ли у меня с Ним личные отношения или нет. Когда мы изучаем вот этот текст о том, что «Господи, покажи нам Отца, и довольна для нас», Иисус сказал ему, «Сколько я времени с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевши меня, видел Отца». Вот это вот слово «видеть» или «видевши», он в греческом тексте переводится немножко по-разному, имеет несколько значений. Мы, кстати, думали, что русский язык – самый богатый язык, да, но когда мы знакомимся с греческим языком, мы понимаем, что греческий язык намного богаче русского. И у нас слово «одно видеть» имеет какое-то значение, и мы можем додумывать. Ну, «видеть» есть скрытый смысл, да, я вижу тебя, я вижу тебя внутри, а я просто вижу тебя глазами. В греческом языке это два разных слова. Одно слово – это «блепа», это значит «видеть глазами». Другое слово – «харау», это «понимать». «Вижу» – это я, значит, «понимаю». И вот этого слова «видеть», которое здесь Иисус Христос говорит, это «харау». Это значит «понимать меня», «видевший меня», «понимающий меня». Это очень важно. «Видеть глазами» – это «понимать Бога». Филипп, ты должен видеть меня, ты должен понимать меня иными словами. Переход от поверхностного знания к личному знанию. Однажды один проповедник в одной церкви проповедовал тему о кресте Христово. И после проповеди подходит к нему человек, причем этот человек – зрелый христианин, он давно в церкви и один из ведущих в церкви. И он говорит, я только сейчас понял, о чем вы проповедовали. Вы проповедовали о кресте Христово. Этот проповедник делится и говорит, я знаю, что в этой церкви я уже примерно 50-ю проповедь говорю на эту тему. И только сейчас вот этот человек что-то начинает понимать. Друзья, что произошло с этим человеком? Этот человек просто от поверхностных знаний перешел к личному знанию. Наконец-то он понял, что крест, о котором проповедник говорит, – это личное достояние мое. Крест – это то, чем можно восхищаться. Крест – это то, что руководит моей жизнью и что обеспечивает мое спасение и дает мне смысл жизни. Он перешел от поверхностного знания к личному знанию. Мы можем долгое время посещать церковь и слушать проповеди о познании Бога, о кресте, но это не цепляет наше сердце, это не цепляет наш разум, это не цепляет наши чувства. Но когда мы перешли от поверхностного к личному знанию, тогда у нас появляется нечто другое. Личные знания, они влияют на три сферы нашей жизни – это воля, чувство и разум. Иногда человек имеет разум или интеллект, но скверный характер. Или у человека бывает очень много эмоций, у него очень много веры, но нет разума, нет интеллекта, нет воли. А иногда у человека бывает воля, он очень дисциплинирован, он исполняет все заповеди, но нет тепла и ощущения доброты, он не восхищается крестом крестовым. Но когда человек познакомился лично с Богом, его личные отношения распространяются на все сферы его жизни, на волю, чувство и разум. Очень хорошо эту ситуацию описывает нам первый псалом. Помните? Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево посаженное при потоках, вот лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. И он приносит плод во время свое, обратите внимание, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Он размышляет, его включается интеллект и разум, у него появляется желание жить по законам Божьим, воля. И потом он приносит плод. Это уже результат нашей веры, результат наших чувств, воля, чувство, разум. Мы делаем то, что мы хотим, мы делаем то, что мы понимаем. Вот все сферы нашей жизни. И поэтому личные отношения, они глубокие. Личные отношения, они влияют на все сферы нашей жизни. Что произошло с этим человеком, который наконец-то услышал проповедь о Христе, и она коснулась его сердце? Он увидел любовь Иисуса. Опять обратите внимание, слово видеть. Какими глазами он увидел любовь Иисуса? Видеть от слова как харау, понимать. Он понял любовь Иисуса. Исчезло ощущение вины, по-настоящему. Это то, что касается чувств. И он говорит, я не могу дальше плохо относиться к своей жене. У них были проблемы в семейной жизни. Потом, через некоторое время, эта жена этого человека звонит этому проповеднику и говорит, что произошло с моим мужем, я не знаю. Он совершенно поменялся. Его поменялось отношение ко мне, к детям. И его жизнь по-другому протекает? Да, друзья, так бывает. И в нашей жизни мы вроде ходим в церковь, но когда мы по-настоящему лично познакомились с Богом, то наша жизнь, она не только пониманием полна, но наша жизнь влияет на наши чувства, когда мы можем восхищаться и прославлять Бога за Его крест. И наша жизнь не только в чувствах и в разуме, но она распространяется по нашим плодам, по нашим делам. Мы уже по-другому относимся к нашим братьям, к нашим сестрам, к нашим женам, мужьям, к родителям, к детям. Потому что слово о кресте, личные знания, они повлияли на нашу жизнь. Итак, мы сейчас с вами рассмотрели несколько проблем, которые могут быть в познании Бога. Первая проблема это в том, что можно знать Бога, но не знать Его лично. Можно знать о Боге, но не знать Его лично. Еще проблема может заключаться в том, что нам не нравится зачастую порядок вопросов, которые мы ставим. Но первый вопрос, который мы должны ответить себе, это кто для меня Иисус? Является ли Он моим личным спасителем, является ли Он моим личным отцом? Тогда только второстепенные вопросы будут иметь смысл. Иногда нам не нравится порядок, который Иисус Христос говорит. Он говорит о том, что я должен быть первым, потому что я личность. Я хочу иметь личные отношения. И как узнать, знаю ли я Бога? Это что знания должны распространяться на все сферы нашей жизни. На наш разум, интеллект, на нашу волю, на наши чувства. Мы должны радоваться, благодарить, ощущать тепло, видеть, что для нас Христос сделал, прославлять Его за это. И наша жизнь должна меняться, улучшаться во славу Божию. Да благословит нас в этом Господь, в познании Его. Аминь.